всем привет дорогие друзья из солнечной алании и турции эта передача лица турции на телеканале tv 82 мы рассказываем вам об интересных людях которые проживают в турции и в алании в этой передаче мы расскажем вам историю александры кабакчи которая приехала в турцию в первый раз 2004 году а сейчас она владелица успешного бизнеса и мама двух детей добрый день дорогие друзья меня зовут александра кабакчи я сама с украины и первый раз в турцию а именно в алании я приехал в 2004 году и сейчас я вам покажу как мы в принципе живем живем в алании в районе оба в этом жилом комплексе я мой муж двое детей я и также мой папа так как работаем в центре дети учатся в обе конечно выбирали для жизни те района для жизни поэтому ранее мы жили в тосморе мне этот район тоже очень нравится очень много о нем рассказывала в своих видео и оба конечно это практически центр города вся инфраструктура все рядом красивая набережная очень живописный район а я думаю многие кто было или кто живет в алании знаю конечно у нас все районы отличные кому-то нравится клеопатрия кто-то балдеет можно сказать от этого района кому-то нравится карбиджак потому что там и леса и тишина но я сказала так как мы все-таки живем здесь постоянно и это дети работа то есть мы все-таки поближе смотрели и на эти факторы сыграли роль что мы живем именно в этом районе в этом комплексе тут есть планировки квартиры очень большой удобные для семьи так и на 4 на одном уровне то есть конкретно я не очень люблю когда квартиры пентхауса или где есть лестница в плане безопасности для детей поэтому мы выбирали именно вот такую огромную квартиру чтобы она была на одном уровне во многих современных комплексах сейчас тут есть вся инфраструктура то есть это и детская площадка кинотеатр бильярд спа-центр сауна хамам закрытый бассейн открытый бассейн в горке внутри мини клубы в общем все 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 закрытый паркинг также имеется но если честно мы в принципе как-то из-за работы наверное этим мало пользуемся выбирали комплекс именно из-за планировки скажем так больше инфраструктура для нас особого сильно значения не имеет в бассейне у меня дети не купаются мы ходим на море но в принципе все остальное и так есть а Саша, расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты приехала в Турцию? Это было в 2004 году, и ты с Украины, с какого города? Ну, училась я на тот момент в Харькове. В Харькове у нас была практика от университета, я училась на факультете международных отношений, и летом для студентов можно было поехать попрактиковаться в разные страны, в том числе в Турцию, туроператор Тест-тур набирал тогда студентов, но я решила, вот нет, как-то по специальности оно неинтересно, я занималась художественной гимнастикой, мне хотелось по гимнастике что-то поехать, поэтому через другой университет абсолютно я поехала на практику в анимацию, в отеле, вести художественную гимнастию. И где это было? Хорошие отели они тогда набирали, это билет, пятизвездочные отели, Папилон, Бельвель, сеть отелей Папилон. В принципе, мне понравилось, но знаешь, это не та Турция, которая есть на самом деле, то есть в первый год я увидела отельную Турцию, систему, все включено. Это был 2004 год именно? Да, это был 2004 год. Сколько ты провела времени на практике? Ну, получается, около 4-7 месяцев. Ну, то есть это вот этот летний период, самый жаркий? Это период, да, самый жаркий. А до этого ты была в Турции? Нет, не была, то есть именно попала, вот скажем так, на практику. Честно говоря, мне не понравилось, и я решила, что больше сюда не приеду. Не приеду? Да, не приеду, то есть как-то так, не впечатлила мне работа в отеле, довольно трудная, снуряющая графика, то есть, да, поездила, посмотрела, но, скажем так, мы не видели, я же говорю, вот Тату, Ничего, кроме отеля, да, и работа на самом деле Турция. Тем более, если это пятизвездочный, то там было все, и мы вообще не выходили. Там все, мы вообще не выходили. Мы вообще не выходили, да, мы на самом деле не выходили из отеля, вот, хоть он и классный был, все равно вот отель я хорошо увидела и разобралась, какая у них система. Не собиралась ехать, и тут опять следующий год, и опять практика, а все мои одногруппники поехали в Тест-тур работать в восторге полном. Все поехали, и на следующий год думаю, ну, может, ты мне попробовать тоже в Тест-тур. И вот с этой компанией, наверное, связаны вообще лучшие воспоминания о работе в Турции, о жизни в Турции, мы все увидели. То есть, подожди, будучи студенткой, ты каким образом это произошло? Ты пришла в компанию и сказала, я хочу поехать сюда? Я не пришла, у нас от университета это все было поставлено на поток. То есть, университет прямо уже отправлял конкретно именно в Тест-тур. Университет нес ответственность за нашу вот эту практику. С вашего факультета? Да, с нашего факультета, с международных отношений. То есть, вроде бы, как по специальности теперь я поехала. Тоже тяжелый график, вроде бы, с одной стороны, но с другой стороны. А в этот раз было что, тоже анимации? Нет, это были отельные гиды, но это потом уже ты переходишь на ступень отельного гида. Сначала начинается все с Трансфермен. Трансфермен, да. Да, Трансфермен. Разных вот гидов, кокардных гидов, которые проводят профессиональные исторические экскурсии по Турции. То есть, сначала у нас идет информация по Турции, потом мы развозим гостей. Ну и, в принципе, все. На обратном пути уже мы ничего не рассказываем, когда едем, отвозим людей с отдыха. Начинается все всегда с этого. Потом следующая ступень, если ты хочешь дальше в этом деле продолжать в туризме, то это отельный гид, это уже ты сидишь, закреплен за определенным отелем, продаешь экскурсии от туроператора. И отельным гидом я довольно долго проработала, мне нравилось. В принципе, это неплохой заработок уже по сравнению с Трансферменами. То есть, на самом деле, там можно как-то так заработать неплохо, да. Особенно, мне кажется, по украинским меркам и по меркам студента. То есть, получалось неплохо. И вот работая в туризме, познакомилась с мужем. Да, вот я хотела спросить, как вы с Фатихом познакомились? Да, мы познакомились с мужем именно по работе, потому что мы сотрудничали с их компанией по яхтам, по экскурсиям тест-тур работала. И как-то на этой почве познакомились. У меня планов переезжать в Турцию, оставаться. То есть, особенно в Алане я однозначно не рассматривала, особенно в 2004-2005 году. Ну, Алане была еще меньше, на самом деле. То есть, очень маленький городок. Все-таки, как ни крути, я хотела что-то как-то в более большом, или как минимум, как Харьков, или побольше что-то, чтобы это было. То есть, какой-то курортный город еще в Турции. Я одна в семье, родители тоже очень как-то так не были тому безумно рады. Ну, вот видишь, как-то так судьба сложилась, и все-таки вот эта любовная часть меня перетащила в Турцию. Вот, сейчас у нас двое детей, старшей дочке уже 10 лет, она ходит в школу, учится в школе. Ну, и как-то, в принципе, сначала работать я не планировала. То есть, он неплохо зарабатывал, и все так получалось. Но потом вот как-то в жизни иногда все меняется, и ты понимаешь, что дома сидеть иногда... Ну, и я конкретно, я не тот человек, который бы хотел реализовать себя конкретно в домохозяйстве, там, в воспитании детей. Мне хотелось как-то продолжать в плане работы. Тут, или это туризм будет, это будет тяжелая работа, на самом деле, в режиме 7-24, и именно летнее время... То есть, вы думали, ты думала, куда пойти, да. И второе, это вот недвижимость, это то, что более-менее постоянное. Потому что других сфер, ну, как-то трудно что-то найти в Воланне. То есть, только эти две сферы. Возвращаться в туризм уже с детьми, ну, на самом деле, было сложно. То есть, уже я понимала, я не смогу не потянуть этот такой график работы, и тем более этот график сезонности, когда 6 месяцев в году я буду просто отдыхать, а 6 месяцев в году я буду, скажем так, постоянно на работе. Поэтому я начала в недвижимости, мне это очень нравилось. Вот, знаешь, даже когда я просто тут жила, еще нигде не работала, то есть, я гуляя с дочкой, уже знала все названия комплексов, какие тут квартиры, какие тут квартиры, мне это просто нравилось. Где лучше жить с детьми, где лучше пенсионерам, где лучше пляж, тоже важно. Да, я по городу ориентировалась даже до работы на недвижимости, отлично. Я водила машину и отлично знала в совершенстве Аланию все улочки, все какие-то интересные домики, то есть, мне это нравилось. Ну и потом начала работать в агентстве недвижимости, мне тоже очень нравилось, это хороший опыт, я познакомилась со всеми и объектами, и застройщиками, всем-всем-всем. Ну а потом когда-то приходит период, когда, ну ты понимаешь, что тебе хочется что-то большего и как-то себя больше реализовать, наверное, все проходят этот путь, и потом уже подходят к открытию своего дела. У меня каких-то больших особо или планов не было, мне это нравилось, мне хотелось, ну более спокойно буду, может быть, одна я буду вообще работать, знаешь, как частный риэлтор, а потом я не знаю, я понимаю, что у меня получается, что я понимаю систему, я знаю, как можно что настроить, я могу набрать команду, в принципе, мне кажется, эта команда вот сейчас у нас очень хорошая команда, и благодаря ей мы как бы так... А в каком году вы открыли компанию? Успешно. Мы начали с яхт, индивидуальных яхт, это было, наверное, 2009 год, а потом к этому присоединили еще недвижимость. А недвижимость в каком началась? Это в 2012-м, получается. 2012-м, то есть получается уже 8 лет практически. 5 лет, да, но компания, да, но в недвижимости именно около 5 лет. Около 5 лет. В Турции все для детей, поэтому в каждом районе и сейчас в каждом новом комплексе, в жилом уже есть детские площадки. Если это в районе, то есть тоже, если это маленькая, но ухоженная, то есть это горки, качели, какие-то тренажеры будут. В этом плане они молодцы, всегда все для детей. У меня двое детей, я старшей дочке 10 лет, она учится, ходит в школу Бахчи-Шахиры. Частную школу выбирали не потому, что я считаю, что частная школа сильнее в плане образования, чем государственная. Выбирали только потому, что там по часам удобнее, то есть так как я работаю, муж работает, все дополнительные занятия получаются у нее там. То есть английский очень сильный, гимнастика там. То есть с утра мы приводим, там обед, мы ей привозим потом ужин туда, и вечером она еще там же художественной гимнастикой занимается, остается еще на тренировку. Поэтому мы не искали каких-то дополнительных извне кружков, все в этой школе. И то, что она находится в тишине, среди леса, не очень большая, поэтому нам нравится. Младшая у меня в садик пока не ходит с этим, вот никак мы не можем пристроиться. Ну хотя в садике, вот старшая дочка ходила в садик, нравилась очень, поэтому и младшую планируем отдать в садик. По субботам старшая также ходит в Эдурус, в русскую школу. Именно школа как дополнительного занятия по русскому языку, потому что все-таки сказывается то, что живешь в Турции, и то, что и папа турецкий, и на турецком обучении идет. То есть турецкий ей, конечно, легче говорить, изъясняться, она может быть думает уже на турецком, но, тем не менее, русский язык однозначно надо знать, и не только уметь на нем говорить, но и правильно, грамотно писать. Поэтому вот дополнительно она весь день, в субботу у нас в русской школе. Добро пожаловать в наш офис. Это офис в самом центре города. Сейчас у нас тихо, все менеджеры уехали на показы с клиентами. То есть сентябрь, октябрь у нас такое насыщенное по работе время. Очень много просмотров, очень много сделок, очень много тех, кто купил и приезжает на оформление. И также очень много работы по послепродажному сервису. То есть когда вы уже купили, и дальше начинается также очень насыщенная работа. Таким послепродажный сервис, ему уделяем огромное внимание, потому что вы покупаете квартиру в другой стране. Чаще всего вы не знаете турецкий язык. И потом, после покупки, вы столкнетесь с различными вопросами. То есть даже когда проходит определенный период времени, у вас возникают, как заказать трансфер, к какому доктору обратиться, как лучше доехать. Кондиционер потек, вызовите, пожалуйста, мастера. Это открыть счет в банке, в каком банке лучше, где лучше проценты. Давайте вместе проедем туда-сюда. То есть сейчас у нас в компании, допустим, два человека, которые занимаются только послепродажным сервисом. Они говорят на русском, на турецких языках. И вот мы сейчас еще ищем именно людей на послепродажный сервис, потому что нам не хватает, потому что все время после продажи очень много дел потом идут. Не все компании этим занимаются. То есть большая часть все-таки агентств, риэлторов настроены именно на продажу. А что будет после продажи уже, в принципе, немногих волнует. А так как мы всегда настроены на долгосрочное отношение с людьми, поэтому для нас очень важна именно поддержка послепродажного сервиса, чтобы нас после этого все-таки рекомендовали. И люди по всем вопросам обращались именно к нам. Это различные вопросы. На самом деле даже как какое-то дело открыть, как какого бухгалтера вы посоветуете. То есть мы с некоторыми людьми даже ездили и в управление по сельскому хозяйству. Было различные, различные вообще все вопросы. То есть стараемся, чтобы именно к нам в наш офис приходили наши клиенты. Я в принципе думаю, что у нас все неплохо получается. То есть мы развиваемся, я же говорю. И как раз у нас попал 2016 год. Это когда был такой период с Россией не очень. Кризис был. Кризис, да, когда не было чартеров. То есть в этот период вообще практически, ну на самом деле, сложно было. Сложно было, мы не работали. А потом вот как-то 2017, 2018. Вот сейчас этот период отличный. Как-то отношения между всеми странами так налажены. Более-менее. Да, более-менее все хорошо. Знаешь, для нас очень важно, чтобы вот каждый клиент, каждая семья оставалась довольна. Я могу честно сказать, вот первую квартиру я продавала около 10 лет назад. И я до сих пор общаюсь с этим клиентом. До сих пор. Это семья с Москвы. И мы переписываемся. И они когда приезжают, звонят, что мне привезти там из Москвы. Тебе это нравится. Вот смотри. Да. Вот я знаю, что я хотела сказать, что в любом деле, чтобы быть успешным, оно должно приносить удовольствие. Однозначно. То есть если в какой-то момент есть люди, которым, допустим, лучше работать с компьютером или с оборудованием, с каким-то, но не с людьми. У кого-то больше в себе не получается работать. Но однозначно то, что приносит удовольствие, оно в конечном итоге выстрелит успехом. Конечно, да. И кроме удовольствия, конечно, ну это работать надо. Может оно так кажется, но на самом деле мы очень много работаем. То есть даже в свободное время, там вечером, я беру, и у меня все равно мысли о работе, как сделать так, а как это. А вот обзор так-то сделать, видео, или вот такую-то программу, компанию сделать. Ну как-то так. Или вот что за новые проекты. И у нас такая сфера, постоянно надо развиваться. То есть мы постоянно учимся. Нельзя быть идеальным риэлтором. Никогда не станешь. Потому что каждый день появляются новые квартиры, новые комплексы, новые строительные компании выходят на рынок. И чтобы в курсе этого быть, надо... Ну это очень много информации. Да, очень много информации. Это опыт. И в принципе, риэлтору, ну хорошему риэлтору, надо понимать не только картинку по каким-то отдельным комплексам, а вообще общую картину по недвижимости, по региону, по стране. Да и вообще в мире, в принципе. Да, и вообще в мире. Вы ставите недвижимость в особом регионе, на курорте. Есть другие страны. Есть тоже самый Таиланд, Испания, Италия. Да, да. Почему там они, почему не там? Почему вот Испания? Какие там плюсы и минусы? Какие у нас плюсы и минусы? То есть в принципе, общая такая информация, по которой стоит и необходимо ориентироваться. Поэтому все это мне нравится, все это мы делаем, мы стараемся развиваться. То есть сейчас вот у нас три офиса, получается, и один офис в центре. Мы вот сейчас переезжаем в большой офис, ремонт идет, потому что все уже не помещаются. Да, менеджеров очень много. Ну я же говорю, в принципе, успех это, конечно, и команда в первую очередь, потому что в одиночку ты никогда ничего не сделаешь. Это тяжело. Ты говорила, что в бассейне дети мало плавают, да? Практически, практически не плавают. Потому что у вас здесь до моря сколько? До моря 50 метров. 50 метров максимум. Да, и 50-100 метров, поэтому мы все-таки предпочитаем море, все едут к этим морем. И здесь оба, здесь очень много пляжных баров, нужно взять. Да, бич-клубов. У этого комплекса также есть свой бич-клуб, если мы на него, в принципе, и ходим. Ну, вход в море не скажу, что, конечно, такой вот на Клеопатре. Ну, можно пройти чуть-чуть и найти получше. А, типа, лучше нам это не принципиально. Знаешь, важно на самом деле, то есть мы там малые круг одеваемые, и мы пощаемся. Но на самом деле, купаемся мы не очень часто, и на пляже вообще практически не хожу. Кстати, этот вопрос, только что вот мы с тобой говорили о том, что люди, живущие в больших городах, не ходят по музеям доступа. И так и мы уже. И ты знаешь, я вообще вот думаю, у нас вот приезжают клиенты, ой, смотрите, вот тут, как красиво. Я думаю, вот где они видят красиво? То есть я уже не вижу эту красоту. То есть я уже привыкла, что это нормально, что тут чисто должно быть, тут ухожено, тут вот так вот красиво, но мне уже это привычно. Поэтому, а, конечно, когда я иногда возвращаюсь в Украину, вижу какие-то моменты, и как-то приезжаешь. Тогда понимаешь, что красиво. Тогда вроде выйдет сравнение, и ты уже по-другому относишься к некоторым вещам. Ну, а так, да, из-за работы как-то уже, ну, море и море. Ну, пляж и пляж. Слушай, а как вы проводите выходные дни? Ездите, например, на Дымчай, куда-то, на пикники, как это обычно бывает? Да, конечно. Или куда-то за город, например? Ну, у нас тут свекры со свекровью, то есть также живут в Алании, и они часто зовут, готовят пикники. Вообще семья сама с Унегёль Бурса, и там вот есть знаменитые Унегёль Кэфтэ, это котлетки, и это такие котлетки даже тут не попробуешь. То есть они привозят это оттуда, и именно на мангале, на пикники. То есть вы устраиваете там барбекю? Да, мы участвуем в барбекю. То есть здесь где-то вот, или на речке в Обе выезжаем, или еще в каких-то там местах различных. Ну, вот ты знаешь, вчера, когда, на прошлое воскресенье, мы поехали на колено, на крепости Гюзлеме покушать. Да, с малыми тоже и пошли, потом еще наелись, надо все это вот прогулять, потом пошли гулять по крепости. Кстати, для тех, кто не знает, помимо дым-чая в Алании есть еще оба чай. Да, оба чай, и мы там вот как раз на оба чай ездим, на тот же мангал, то есть там также оборудованы места, да, для пикников, поэтому мы туда ездим. И погуляли по колее, ты знаешь, то есть каждый раз там гуляешь, что-то нахожусь, что-то новое, да. То есть мы пошли по какой-то тропинке, по которой мы еще не заходили, вот, нашли там древний лет. Там можно ходить бесконечно, бесконечно. Лет просто, да. Поэтому вот по-разному. Слушай, а тебе удается, например, ездить по Турции, вот в отпуск? Кстати, очень хороший вопрос. Мы живем на курорте, куда вы ездите в отпуск? Ездите ли вы вообще в отпуск? Нет, практически нет. Мы всегда ездим в Украину. То есть я каждый год, это стандарт, мы возвращаемся домой, потому что бабушки, дедушки, там родственники, там друзья, то есть однозначно мы с детьми, их надо всех проведать, мы летим в Украину. Все остальное время... А они прилетают сюда, приезжают? Да, приезжают. У меня и мама до этого была. Не получается ездить в отпуск не только из-за работы, потому что маленький ребенок у меня был второй, и я из тех мам, которые не любят путешествовать с детьми, и в то же время не любят отдавать нянечкам ребенка, поэтому... Сама воспитывать должна. Да, сама у меня не получается с ней куда-то поехать, поэтому чуть-чуть, конечно, если постарше будет, хотя бы еще год-два, у нас будет больше возможностей что-то выехать. Не, ну а так, конечно, бывает, тут тот же Белек, Кемер, какие-то ближайшие места, с которыми мы можем и с ребенком, то есть зимой мы всегда катаемся на лыжах, это Добрас или Улудак, так как муж с Бурс, нам очень нравится Улудак, и мы и малых поставили на лыжу уже, и в этом году зимой собираемся, даст Бог туда дальше поехать, нам очень нравится, поэтому по Турции в этих местах путешествовать. Кстати, ты затронула очень хороший момент по поводу снега. Многие спрашивают, скучаете ли вы по снегу? Я говорю, ни в коем случае в Турции по снегу мы не скучаем. Помимо того, что в Алании, в горах зимой снега просто вот... Да, снег, 3 часа мы в Добрасе на горном ручке были. Она, конечно, не очень по сравнению с Улудаком, но тот же Улудак, это на машине примерно 7 часов, я не скажу, что тоже очень много. И хорошие курорты, хорошо оборудованы. Да, нам очень нравится. Можно взять в аренду и сноуборд, и лыжи, полностью экипировку, все, что хотите, все там есть. Там инструктора, там поставленная система, там очень много трасс. Но бронируйте заранее. Да. Ну, честно говоря, он такой не дешевый Улудак, то есть даже если сравнить цены на Австрию и еще куда-то, примерно такой же уровень. Просто, что в Турции, я же говорю, то есть с ребенком удобнее поехать. Саша, скажи, пожалуйста, ты как старожил уже Аланьи, какие советы ты можешь дать тем, кто приезжает на длительный отдых, на постоянное место жительства, ну и, естественно, для тех, кто хочет купить квартиру, хочет заезжать. Да, ну вот, смотря какие, я же говорю, цели тоже. Можно приехать на постоянное, но не зависеть от работы, то есть у нас есть ребята, которые IT-пинг занимаются, и им все равно, вы заезжите. У которых удаленная работа. Да, удаленная работа, поэтому им, в принципе, интересует только один вопрос, скорость интернета. Скорость интернета. Да, и все. Мне кажется, сейчас уже всех. Всех интересует скорость интернета. Поэтому, а есть, на самом деле, семьи, которые зависят от работы, и сюда переезжают, и первый вопрос, которых интересует, где я буду работать, чем я буду заниматься, чтобы тут себя комфортно чувствовать, комфортно проживать. Конечно, стоит иметь в виду, что город этот курортный, все работают в сфере услуг, в основном это туризм, и даже недвижимости, строительство каких-то производств, крупных компаний международных, тут вы не найдете, поэтому уже надо ориентироваться на вот этот вот фактор. Но все-таки, в любом случае, если есть цель, есть желание жить в Турции, вы понимаете, вы посмотрели, вы попутешествовали, вот, я бы хотела действительно остановиться, тут как-то связать свою судьбу с этой страной. Я считаю, что надо начинать учить язык турецкий, потому что без него очень тяжело. То есть в стране, в которой ты живешь, надо говорить на этом языке и понимать, о чем говорят, чтобы как-то адаптироваться в этой стране. В этом плане, конечно, у нас легче всего тем ребятам, которые, может быть, с Азербайджана, из Туркмедистана, с Узбекистана, то есть это тюкс, как бы, по языковым, ну, конечно, может быть легче, чем, допустим, граждане России, Украины. Но, тем не менее, если есть желание, сейчас огромное количество, и курсов, и онлайн-курсов, это первое, язык. Второе, ну, надо быть готовым, что придется начинать с какого-то нуля, да, то есть даже я приехала, сейчас уже 15 лет прошло, у нас там фирма, и довольно немаленько. Это не появляется все сразу? и появляется сразу, то есть в течение первых, там, 5-7 лет, я очень сильно работала, это туризм, это тяжело, то есть это все постепенно было, изучала страну, изучала город, изучала язык, то есть не так, что сразу я приехала, и вот, то есть надо быть готовым с того, что придется начинать все сначала, все с нуля, все это проходить, все эти ступеньки. Конечно, у всех может быть разная история, но то, что не будет легко, это... Ну, да, конечно, я бы не хотела рассказывать со сказки, что тут приезжаете, все тут легко, ну, смотри, Саш, может же быть такая ситуация, вот кто-то, например, мы с тобой начинали с нуля, да, ты приехала, я тоже приехала в фирму работать, но есть, например, люди, у которых есть какой-то капитал, да, они зарабатывают деньги, и у них есть какой-то капитал, и они хотят, например, открыть бизнес здесь, да, но здесь тоже нужно быть очень осторожным, как ты говорила, правильно найти правильных людей. Правильных людей, очень важно, вы знаешь, все-таки партнеров выбирать верных на своем пути, потому что, вот я смотрю, вроде бы, ну, вот, истории, различные, сталкиваюсь, разные там, судебы, семьи, и вот, были случаи, когда все хорошо, но может быть в какой-то момент неправильно выбранный партнер, с которым дело пошло не так, на самом деле, как могло бы быть, если бы просто рядом был другой человек, с которым можно было открыть здесь что-то, поэтому это важный момент, тут, не знаю, как уже все-таки. находясь, да и вообще, когда ты делаешь какой-то бизнес, нужно всю информацию проверять несколько раз, а тем более, если ты находишься в стране, в которой ты не знаешь язык, потому что есть и такие, которые открывают бизнес и успешно, но если ты не знаешь язык, нужно всегда все проверять и обязательно проверять информацию, ну и конечно же. Ну и также сфера бизнеса очень большого значения имеет, то есть что пойдет, что не пойдет. Маркетинговое исследование обязательно сделать, можно ли здесь открыть кафе или нет, придут ли сюда люди, какое будет наполнение меню, что я могу предложить, да, то есть очень много, к сожалению, печальных историй, очень много хороших историй, я вижу бизнес, он закрылся и были вложены очень большие деньги в этот бизнес и он не пошел, поэтому не спешите, самое главное, не спешите, это самое главное. Саша, а вот что касается турецкой кухни, что ты любишь, любишь ли ты ходить на рынок, например? ты знаешь, мы в основном все фрукты, овощи покупаем всегда, вот оба у нас в понедельник, в четверг в Тосмур рынок, у вас рядом, ну да, мы ходим на рынок, покупаем, мы любим готовить дома, если честно, то есть любите, да, любим, поэтому, а девочки, что больше любят, ты готовишь украинские блюда? да, не я, папа, а девочки, девочки знакомы с украинской блюда? у меня и фати все есть, в этом без проблем, да, оливье, винегрет, борщи, то есть, ну, то, что более-менее легко, но при этом, и турецкое умею готовить, то есть, есть какие-то супы определенные, которые у меня там мало обожают, тот же Ярила червосето, вот, йогуртовый суп с мятой, то есть, турецкую кухню также очень любим, ну, в принципе, они, как бы, у нас есть такие пожелания, там мы очень жирные, не любим есть, они любят, все-таки, пожирнее немножко, посолее, поперчить побольше, то есть, мы более такое, безвкусное, что ли, предпочитаем, поэтому мы готовим, конечно, когда времени нет, часто и в ресторанчики ходим, и еще свекров, то есть, семейные ужины, это такая вот, то, что мне нравится в Турции, на самом деле, то, чего, может быть, нет в других странах, или она уходит, когда, как бы ты ни устал, каких бы отношений у тебя с родственниками, может быть, не было, но все равно все собирается на семейный ужин, хотя бы раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц, это, и не говорю за праздник, это просто, вот по ужинам, поэтому свекровь у нас очень вкусно готовит, и малые обожают, то есть, когда там в ванной приедет, приготовит, вот они и заказывают, то есть, я хочу там долма, не долма, еще что-то, да, и поэтому, ну, и в этом плане нам легче, я знаю, о, сегодня ужин свекровь, свекровь, значит, я свободна, да, я свободна, готовить еще не надо, и там будет первое, второе, какое-то классное, сладенькое еще, поэтому, в этом плане, ну, так как я сама не очень, честно говоря, люблю готовить, слушай, ну, вот мы как-то, все не очень любим, ну, по-разному, знаешь, если вот, ну, вот я имею в это, с кем я общаюсь, да, с кем вот, какие-то интересные тоже, там, проекты делаем и так далее, все вот как-то не очень любят, готовят, это надо любить, да, я согласна, я люблю это, вот мне это нравится, то есть, я, допустим, вот нравится мне там копаться в какой-то программе, email рассылок, да, я изучила, то есть, это мне нравится, вот, допустим, я буду приготовить, или рецепт какой-то, и даже я пыталась, но не получается, видно, это дело чувствую, когда я его не любят, да, я не выходит, поэтому, ну, свекровь это делает лучше, молодец, ну, конечно, все равно, женщина должна уметь готовить, вкусно готовить, поэтому, в свободное время, стараемся это делать, но также мужа мне очень хорошо готовит, вот у меня тоже, да, и он, он, на самом деле, любит это делать, хорошо получается, поэтому, поэтому, компенсируется все, мы друг друга, ты копаешься в программе, он готовит, мы друг друга дополняем, да, или я все там перемою, уберу, он приготовит, вот у нас, кстати, то же самое, я уберу помою, он приготовит, поэтому, кстати, вот этот очень хороший момент, когда спрашивают о том, что турецкие мужья, они представляются чем-то таким страшным, да, что они ничего не делают, лежат на диване, на самом деле, друзья, у всех мужья разные, и все люди разные, во всех странах они разные, вообще не стоят, поэтому все по-разному, все семьи разные, где-то готовят, где-то не готовят, где-то помогают, где-то не помогают, вот у нас такие мужья, которые помогают, и все делают по дому, совершенно свободно. У него есть время, он это сделает, у меня есть время, я это сделаю, нет времени, мы ничего не сделаем, ничего не сделаем, просто отдыхаем, просто отдыхаем, если дома какой-то там, я не знаю, может быть бардак, не бардак, это тоже, конечно, ничего страшного, поэтому, поводу, не волнуемся, не переживая. Ко мне очень часто приходят люди, ну я думаю, что ты сама знаешь, что есть такая проблема. Когда люди покупают или хотят купить недвижимость в Аланье, у них бывают, возникают воздушные замки, розовые очки и так далее. Вот скажи, пожалуйста, что ты посоветуешь прежде всего, на что бы люди обратили внимание, когда они только задумываются о покупке недвижимости, что самое главное, чтобы потом не было разочарования, потому что разочарование бывает у некоторых, и в том числе, скажу не побоюсь этого, по вине именно агентств недвижимости. Да, агентств недвижимости. Ну ты знаешь, начинать надо сначала цель, да, цель этой покупки. От этого будут вот абсолютно... Зависит очень много, да. Очень много. То есть, для чего вы это хотите? То есть, если это переехать для постоянного места жительства, это абсолютно вот другое дело. Это другие районы, может быть, это другие комплексы. Если для инвестиций в плане там дальнейшей перепродажи, то это тоже надо анализировать комплекс. Не все комплексы на этапе строительства потом, возможно, будет перепродать. На самом деле, то есть, иногда бывает, сдаются комплексы, там еще очень много не продано. То есть, перепродать в таком комплексе тоже будет тяжело. То есть, надо понимать, или иногда стартует комплекс уже, ну, довольно высокие цены. То есть, уже смысла покупать с такими ценами на этапе строительства нет. Но это не все. То есть, есть комплексы, которые действительно, ну вот у нас очень хорошо, и мы, и клиенты все покупали, перепродавали, когда комплекс завершения этапа строительства было. Сейчас Аланья развивается, запросы развиваются, но все равно, если посмотреть на 90 процентов массовых потока ориентаторов, то это все равно, это люди с детьми, семьи с детьми, все ради детей едут, ради их оздоровления. Поэтому все-таки близость к морю, к инфраструктуре, чтобы магазинчики были, чтобы если вдруг муж уехал, жена осталась с детьми, ей было комфортно в этом районе. Поэтому тут, конечно, зависит от целей. Ну и в принципе... Самое главное, вот всегда мы говорим, самое главное знать, что ты хочешь. И не бояться это сказать риэлтору, сказать, ребята, я хочу именно вот это, пожалуйста, постарайтесь мне найти. Чем нам легче работать, когда четко говорят, ну что как бы рассчитывают, на какую сумму рассчитывают, потому что иногда приезжает семья, мы рассчитываем на 30 тысяч, и на 30 тысяч мы показываем абсолютно не то, и в конечном итоге люди покупают совсем другое первоначально, хотя заявляли... Или наоборот, то есть мы хотим на 100 тысяч, в конечном итоге, то есть там мы хотим кредит, рассрочки, еще что-то, то есть реально у людей 10 тысяч на руках, и они хотят квартиру за 100 тысяч. Поэтому тут, конечно, чем больше человек сам будет понимать, что он хочет, тем нам будет, риэлторам, легче друг друга услышать и понять, что на самом деле предложить ему. Максимально выгодный вариант мы всегда предложим. То есть я вот делала видео, у кого купить недвижимость, то есть даже в комплексе, где продают строительные компании, у нас могут быть варианты от собственников, собственников земельного участка, то есть все вот эти варианты у нас есть в базе, мы их покажем, потому что мы едем по городу, да, у нас многие клиенты спрашивают, а что за это комплекс, а какие тут квартиры. То есть ты должен сразу знать, что где находится. Да, да, не только то, что ты продаешь. Допустим, в этом комплексе у меня нет квартир на продажу, но я знаю, что тут вот такие-то планировки, уровень цен вот такой-то. Вот тут вот есть вторичка, могу вторичку показать, такая-то цена, ну, допустим, это дорого или дешево, то есть по всем вот этим вариантам... А еще знаешь, о чем я подумала, пока ты говорила? Важно ориентироваться не только в недвижимости, но и в достопримечательности. Как куда уехать, куда улететь, что есть в округе, потому что опять мы сталкиваемся с той же проблемой, скажем так. Люди, которые живут, возможно, были один раз в Турции или вообще никогда не были в Турции, думают, что в Турции ничего нет. Вот я, например, езжу очень часто за границу, и, естественно, когда я говорю, я живу в Турции, ой, а что там у вас в Турции есть? Ну, естественно, я сразу, начиная от солнца, от пляжа, от морей до супер, там, современных скоростных поездов и куча всего достопримечательностей, исторических, вообще за всю жизнь и объехать, у людей вот так вот открываются глаза, я говорю, посмотрите, говорю, посмотрите в Ютьюбе, в интернете, и потом они приезжают и познают страну. Поэтому очень важно знать вот все вот это. Вообще страну, и даже у нас есть люди, которые не были в Турции 10 лет, и они приезжают и говорят, это просто бешеное изменение. Вообще об стране, говорю, мы не узнали, мы в шоке. Вообще у нас абсолютно другое представление было и о Турции, и об Алании, и обо всем. Поэтому, ну, сейчас меня радует, конечно, что все больше и больше людей и в Турцию едут, и рассматривают, и с другой стороны начали смотреть на эту страну. Ну, и Алания развивается такими вечными темпами, что все-таки чуть-чуть город увеличивается. Как ты можешь, я задаю этот вопрос всем, что ты думаешь, когда люди говорят, что в Алании очень скучно и делать здесь нечего? Что ты можешь ответить на это? Не знаю, вот знаешь, есть люди, которые любят большие города, вот огромные мегаполисы, вот энергию этих больших городов, то есть тут уже, да, ну что, ничего не поделаешь, и нравится вот быть в этом движении. Три часа, четыре часа мы сегодня ехали на работу, на автобусе, еще что-то, поэтому... Ну, знаешь, что самое интересное, все равно те, кто любят вот эти вот бешеные города и трястись долго в автобусах, приходят к тому, что они все равно хотят в тишину. Знаешь, сейчас настолько развиты технологии, поэтому вот это если бы раньше как-то было, ты чувствовала какую-то действительно от мира отдаленность или еще что-то, а сейчас ты можешь сесть сейчас на самолет, Пожалуйста, Гази Паша, лети. И ты через час в Стамбуле. Анталия, пожалуйста. Анталия, это полтора часа на машине, то есть мы не чувствуем какое-то такое, все, что книжки почитать или это вообще без проблем, то есть я не вижу вот где, чтобы меня зацепило, чего бы не хватало, вот так вот, или где бы было скучно. Поэтому, ну в принципе, если человек самодостаточный, мне кажется, ему скучно нигде не будет. Ну да, да, даже в пустыне. Да, ему и в пустыне он себя сможет как-то занять, развлечь, ему будет чем заняться и книжку почитать, поэтому... Если не хватает каких-то культурных мероприятий, пожалуйста, в Анталию. Много музеев, театров. Если вот, например, я иногда ощущаю нехватку музеев, я очень люблю музей современного искусства, я просто лечу в Стамбул и три дня я хожу по музеям. Я просто остаюсь в полном восторге и прилетаю обратно в Аланию и ощущаю себя совершенно прекрасно. На самом деле, когда, знаешь же, да, есть тоже такое, когда люди, например, живут в Москве, в каком-то Стамбуле, в крупном городе, они не ходят в те места, которые рядом. Да, они даже не знают, они даже не знают на самом деле. Поэтому в этом тоже прелесть. Живаш в Алании, поехал в Стамбул, все посмотрел сразу, да, в полном восторге. Поэтому и Алания все-таки не такой маленький, не совсем курортный, скажем. Это не Белек, не тот же Кемер, который все закрывается, то есть совсем какой-то посылочный, типа, то есть тут и школы, и больницы, и очень много мероприятий. Если честно, их столько мероприятий, много у нас просят, что я не успеваю. Да, за всеми следите. И все там посещают мероприятия. Как вы видите, это частные порты, где стоят частные яхты, парусные, моторные. Также часть экскурсионных яхт тихо, спокойно. То есть такая особая атмосфера тут в этом месте. Это самый въезд в Аланию по правую сторону. Также мы занимаемся строительством яхт. Вот сейчас ее подняли, яхту она была уже спущена на воду 17 метров. То есть по индивидуальному заказу у нас есть уже готовые примеры яхты. И также уже можно разработать от каждого индивидуального клиента определенную яхту. Корпуса в основном покупаем на Черноморском побережье. Там мастера, потому что находятся дизайнеры, все проектировщики. Там в основном Стамбул. То есть получается такая сборная команда. И какие-то детали уже здесь доделаем. Или Манавгат, или Аланийская Марина. Вот мы доделывали яхту полностью в техническом блоке здесь, в Аланийской Марине. Ну, надеюсь, наше видео вам понравилось. И оно у нас получилось. И вам была интересна моя история. История того, как можно переехать в другую страну. И начать жить и строить бизнес в другой стране. Это была программа «Лица Турции», в которой мы рассказываем вам об интересных людях, живущих в Алании. Я надеюсь, вам понравилась эта передача. Смотрите передачу «Лица Турции» на канале ТВ-82 и на моем YouTube-канале. И добро пожаловать в Турцию и в солнечную Аланию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok